Доброе утро, 12 февраля. Еще есть время поговорить, что-то объяснить. Вот. Назрел какой-то разговор, разъяснение. Вот, нужны вот такие вот. Что здесь делает мой сын Сергей? Вот. Я его заставил позировать. Это уже второй саженец подряд. Посаженный и умер. Это нашими верками посаженный невероятно. Вот. Это мертвая зона. Так называемое биополе. Существует два метода измерения с помощью лозы. Старинный способ. Вот. Называется лозоходство. Как правило, речь шла о нахождении близких подземных вод для того, чтобы можно было с минимальными затратами иметь колодец. Вот. То есть, бывает это так. Кто может помнит мои разъяснения. Я беру схему. Схема разреза почвы. И там видно, да, вода грунтовая далеко. Но есть небольшие относительно линзы, которые сделаны природой из глины. Воды непроницаемые. И там прекрасно в одном, двух, трех метрах под землей находится источник влаги. Ими можно воспользоваться. Прекрасно находится лозами. Помните, в пустыне лозоходцы. Очень уважаемая профессия была. Очень. Ну, так это в прошли тысячелетия. Наукой она не стала, к сожалению. Сейчас, естественно, что появились металлы, появились металлические рапки. Очень удобно пользоваться им. Вот. Ну, скажем, для дачного сада, ну, это не беда. Ну, посудите сами. Ну, подумаешь, тут прекрасно подносящие деревья. Справа, слева, спереди и сзади. И вот попал в геопатогенную зону. В этом месте всего одно. Нет, она, конечно, пошире несколько метров. Не беда. Не разорительно. В другом месте у меня такая длинная полоса шириной 3 метра, а длиной где-то метров 10-20. Тоже не беда. Ладно, там ничего не растет. Ну, и не надо. Это место используем на других дел. Вот. А одно из важных дел моих сказать какое? Сказать? Сейчас скажу. Обучение. Мне пришлось обучать даже студентку, не просто студентку, а выпускницу университета с красным дипломом. Теперь это ученый, теперь это аспирант. Вот. Но когда-то это все будет проходиться и в университетах. Ну, а пока почти единственный человек из того мира, профессиональный ученый. Она в университете работает с инженером, который умеет платить рамками. Может быть, на всю страну таких несколько. Маловато. Здесь направление другое. Итак, ну, как сказать, метод, для чего нужен еще этот метод? Про воду я сказал. Возоходство это ассоциируется с поиском воды. А здесь, в данном случае, речь пойдет о нахождении геопатогенных зон. Вот. Но фильмы уже несколько было. Вы их видели. Вот это как раз фотография. Это при подготовке фильма делалась вот эта фотография, вот эта фотография. Вот. Не хочу повторять. Мои фотографии настолько удобны для изучения, что и слов не надо. Вот. Итак, следующее направление – это нахождение мест, где растения гибнут или погибнут, или погибнут. Вот. То есть, вы посадили сад, он уже чахнет местами. Уже есть возможность убедиться, стоит ли выкинуть это дерево. У нас всегда мало места. У нас в России для садов места нет. Чиновники из Корея Космиря будут. Вот. Представь себе чиновника, который должен давать землю или не давать. Вот. Это. Вот эта карта. У нас много лет говорили. Пока не будет кадастровых планов. Мы вам землю не дадим. Разработаем. Вы все получите. Во. До сих пор получаем. Где-то дают по аукционам, чтобы местные, нищие муниципалитеты, муниципальные образования могли хоть какую-то копейку иметь на зарплату или еще для чего-то. Дорогу построить. Вот. Где-то аукционы. А то, что от этого ограничения вреда больше, чем добра, ну, сами понимаете, зачем нам свои идиотравленные пропты. Итак, имеется участок. Если он небольшой, легко научившись владеть рамками, можно определить, надо ли садить туда дерево или не надо садить туда дерево. Так, я проверяю. Идет ли запись. Идет. Вот. Нет, еще раз проверю. Что-то мне там не понравилось. А нет, все нормально. А теперь представим себе, что вы заложили в большой промышленный сад. Редко, но такое случается. Вот. Как дальше с ними работать? Ну, во-первых, даю некоторое пояснение. А одни эти рамки реагируют и на подземные источники, и на электрокабеля, и на подземные трубы водопроводы, и на подземные коммуникации. И на геопатогенные зоны. Ну, принципиально так. Так, если вы будете, у вас рамки будут в руках скрещиваться, значит, скорее всего, это подземный источник. Ну, если где-то в другом поле. Причем тут коммуникация, да? Вот, это будет... А если расходятся рамки в разные стороны, значит, перед вами геопатогенная зона. Вот. Самая страшная геопатогенная зона, когда рамки в руках постоит, и они вращаются. Это жутье, это смерть. Вот. Это никакие не источники силы. У меня тут есть в хуторе знакомые, друзья. Вот. Очень удивительные люди. Такие, знаете, есть такое впечатление, что они светятся. Настолько они доброжелательны. Столько добра приносят людям. И вдруг я случайно узнаю, они не просто посадили сад. Ну, где они брали эти саденцы? Не у меня. Я об этом не знал. Но, наверное, на рынке посадили сад. Да, я знаю точно на рынке. То есть, участников. Кажется, уместно. Рынок это 99-95% привозные с Упекистана. И, прощай, Вася, все-таки уместно. И вот я смотрю, растут они так себе. И вдруг выясняется, что хозяин владеет рамками. И садил там, где у него рамки реагировали. Возможно, это у них другой мир. Параллельный к нам. То есть, там свои понятия. Возможно, это места силы считаются. Они должны расти бешево. Вот. Я когда-то даже поговорил, говорю. Ну, я, наверное, приду со своими рамками. И померю, может быть, все-таки расти. Они уж сильно хорошо не растут. Вот. И не дохнут. Так, средненько. Ну, может, померить надо. Может быть, все-таки. Это гепатогенная зона. Может, наоборот, надо было их избегать. Вот. Вот. Слово патогенные. Вы же понимаете. Геопатогенные. То есть, там садить бы я не стал. Вот. А вдруг он, там, где он реагировали, его рамки. И тогда я вам утверждаю, что самое лучшее место. Не надо не искать никакие места силы. Нужно садить там, где просто рамки не реагируют. Просто не реагируют. Вот. А если взять большой сад, что будет дальше? Дальше будет следующее. Два пути. Вначале весь, весь участок. Перемерить, перемерить. Где везде гепатогенные зоны. Ставить колышки. Переограждать колышками. Поверьте. Сложно. И даже я так никогда не делал. Даже будучи умеющим. Вот. Последний сад закладывал. Небольшой 10 суток. Вот. Потом несколько садов начали чахнуть. Заднее число. Померил. Да. Гепатогенные зоны. Вот. Но. Если мы закладываем большой сад. А таких 10-20 человек. Моих. Как бы. Знакомых. Хороших. Не обязательно учеников. Если они самостоятельно. Вот. Они будут садить. Я говорю. Намечайте вначале. Размечайте колю. Ну. Допустим. Садить будете 6 на 4. 6 на 3. 6 на 5. Но это смотря. Насколько вы верите тому, что. Все они будут расти. Вот. Я вообще говорю. Надо садить себя в два раза больше. Например. 6 на 2. Если большой сад. Гектары. Вот. Чтобы было. Противопожарную вспашку делать. Надо ширину. 6 метров. Допустим. А между. Это. А между деревьями. В ряду. Ну. Например. 2 метра. Ну. Дохнет. Вы 4 метра. Нормально. Вот. Дикарем окажутся. Обманут. Тоже не беда. Вот. Где-то так. 6 на 2. 6 на 3. 6 на 4. На гектаре 300 штук по месяцу. И вот. Вы берете. Уже наметили. Все равно. Надо заранее колю обтыкать. Все равно. Надо заранее. Планировку делать. И вот. Навтыкали на гектаре 300 колю. Может быть 500. Смотря от густоты. Ну. А потом уже идите по колю. Идите прям. Переходя. Переступаясь в колю. Своим телом. И. Тогда. Уже можно будет. Конкретно. Избегать. Тех самых геопатогенных зон. Поняли. Надеюсь. Не да. Теперь. Так как. Многие не знают природу. Многие относятся. А. Как наука. К. Именно. К лжа науке. Они не хотят уникать. В это дело. Вот. Не понимая. Какой огромный вред. Приносит. Само незнание. Ну. Например. Я чуть сразу скажу. Наверное. Жуть и нагоню. Значит. Десятки. Тысяч. Аварий. Каждый год на дороге. Болиагер. Это геннезон. Были бы предупреждающие знаки. Были бы ограниченные знаки. Десятки тысяч людей. Были бы живо-здоровы. Вот. А не это. Не было бы коллег. Не было бы похорон. Не было бы. Самое страшное. Сирот. Вот. Если бы хватало ума. Заняться этим серьезно. Она не существует. Наука не просто слепа. Она. Ей нравится. Вот. Быть слепой. Нравится. Почему? Удобно. Вот. От нее не требуется чудес. Она не собирается эти чудеса выдавать. Вот. Идем далее. Природа. Как человек взаимодействует. Да. Я сказал. Самое страшное. Это значит. Самый раз мы говорим о гепатогенных зонах. То есть на дорогах это смерти. Я не шучу. Когда-то вспомните мои слова. Когда кто-то из наших порвется наверх. И на всю страну имея такую власть скажет. Когда взяли. Грохнет кулаком по столу. Много просыпайтесь. Вашу эту. Ну поручит конечно молодым это ученым. Просто где них найдется. Хотя тоже уже не то. Селекция была очень плохая. Когда. Когда людей набирали. В эти самые. В соответствующие агроуниверситеты. Плохая селекция. Знание. Это еще не умение. Знание. Это еще и не характер. Всего доктора. Нет. Готовое знание. Это тормоз. Иногда лучше не знать. И тогда. Следующая. Еще близко к этому теме. Это гепатогенные зоны. В квартирах. Это еще миллионы. Это тысячи. Тысячи. Бесчетно. Раковые заболевания. Вот. Начиная с детства. Никто не задумывается. Как ребенок может так рано заболеть. Это ведь. Онкология она присуща. Должна быть пожилым людям. Вот. Никто не думает. Никто не соображает. Никто не занимается. Приведением домов. Хотя бы в такое состояние. Чтобы человек даже случайно не спал в гепатогенные зоны. Это реально. Вот этот момент отражает. И все-таки. Чтобы не быть голословным. Я обещал. Сказать. Что же это такое. Гепатогенные зоны. Это разломы в земной коре. Это самое главное. Кроме того. Что я сказал. Про коммуникации. Электрические. Трубы. Вот. Подземные линзы. С водой. Эти глиняные. Что еще я могу забыть сказать. Вот. Но главное это разломы в земной коре. Это самое страшное. Оттуда идет излучение. Вот. Может быть даже газ. Но это уже за грани понимания. Мерить можно. И реагировать только вот такие рамки. Или глаза. И тогда я вам говорю. Ребята. Я инженер. Я всю эту мистику. С аурами. С этими самыми. С которой окружает человека. Этими самыми. С аналитическими чакрами. Все это восточное. Да. Все это правда. Правда. Ребята. И про все чакры. Это правда. Про все. Но я все свожу. Именно. К инженерии. И так ребята. Перед вами. Самый настоящий. Квальтметр. Вот он стоит. Видите. Вот. Наглый. Вот. Это вольтметр стоит. А в руках. У меня стрелки вольтметра. Вот. А вольтметр. И не простой. И он не просто реагирует. Дело в том. Что мой организм. Это самая настоящая электрическая машина. Вот. Но. Электрическая. Это условно. Вот. Весь природа тока. Которая движется по человеку. По нервным. По нервным. По нервным путям. Она абсолютно не свойственна. И не относится. Именно. К природе. Именно тока. И природе. Именно. Мы же говорим. Про биополе. Это не относится. К природе. Электромагнитного поля. Там совершенно другие характеристики. Там сила тока. 300 тысяч метров в секунду. Немыслимо. Немеренно. Это скорость лучшего луча. Вот. Эти 300 тысяч метров в секунду. Это скорость движения электронов по проводам. А здесь. 1-2 метра в секунду. Речь идет о цифрах абсолютно несопоставимых. Поэтому никогда не путайте. Настоящий электрический ток. С тем током. Который движется по нашим нервам. У нас. Там. Организм настолько сложен. Это лишний раз. Потому что никаких. 300 миллионов лет назад. Выделилась группа. Мышек. Нарушек. Землероек. Длиной. Два фаланга. Пальца. Вот. Выделилась. И начали развиваться. И дошла до человека. Ёп. Ну. Короче. Лишь бы только. Для чего это было сделано. Лишь бы только. Люди не верили в Бога. Потому что если верить в Бога. Тогда убивать нельзя. Даже обманывать нельзя. Все. Грех. 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 Если отменить веру в Бога. Вот. Если атеизм. Эту глупость. Дихость. Невежество. Атеизм. Дичейшее невежество. Оно ухо тут ни при чем. Оно ухо тут ни при чем. Если это отменить. Тогда можно все. И убивать даже родных братьев. Да. Да. И вот что получилось. Сложнейшая нервная система. В любом месте. Где вы иголкой коснетесь. В любом. Вы наткнёстесь на нерв. И рука дёрнется. Когда вы едете. Я разъясняю саму эту. Как её назвать. Саму природу. Вот. Человеческого тела. Когда вы едете за рулём. Вы видите. Перед вами. Вдруг внезапно остановилась машина. И вы обрезаете с неё. Или успеваете нажать на тормоз. Она даже сколько времени. От вас глаз. Который поступил сигнал. Вот. Мозг даёт команду. И эта команда через всё тело. Пошла куда? К ноге. И стопа нажимает на тормоз. И проходит 2-3 секунды. Поздно. Вот. Такая медленная скорость. Это совершенно другой псевдоэлектрический механизм. Который у нас внутри. Ну, чем он ещё характеризуется? Почему рамки вращаются? Дело в том, что электром... Ну, как её назвать? Да? Ой. Почему как назвать? Это биополе. Она есть. Она и в априке биополе. Вот это биополе человека. Оно излучает. Оно не просто излучает и тепло, и энергию. Энергия эта расходуется в окружающее пространство. Но она же является защитным коконом, который окружает тело от влияния. Нет, ни от чего. От мороза она не спасёт. От солнечных лучей не спасёт. Это другие характеристики. Она спасёт от сглаза. Видите, как просто? Биополе... А что такое сглаз? Это узконаправленный, злобный взгляд, который может пробить ваше биополе. А может не пробить. Когда вы случайно это самое возьмёте и наступите на назову человека. Толкнёте случайно. А уж если вы попали в аварию, и вы виноваты, то считайте, что ваше биополе пробито этим шофёром той машины, которая ненавидит вас с лютой ненавистью в этот момент. Это о чём говорит, что ваше биополе должно быть сильным. Но этот вопрос уже во всех фильмах я рассматриваю, повторять не буду. Я только о природе человеческого организма. И одной из его составляющих является биополе, которое излучает, потому что оно не может не излучать. Это так же, как тепло расходится и надо постоянно пополнять. Так и тут, и так же точно расходится и уходит во все стороны. Биополе, оно может быть чисто целенаправленным. Но это опять не тема нашего разговора. Потому что не дай вам Бог не дружить, а враждовать с человеком сильным биополем. Мне его заранее жалко. Жаль, что люди, которые общаются, которые, да, все говорят, мы должны быть добрые. Доброта наша, чуть ли не русская национальная черта, а черт из два. Пройдите по улице. Вот. И вы знаете, вы знаете, ой, я бы сейчас привёл 10, 20, 30 доводов. Абсолютно равнодушие даже к погибающим людям. Не просто, которые попали в беду, а даже умирающим, даже погибающим, даже тонущим. Абсолютно. Правда, что он снимает на телефон эту смерть. Вот это страшно. Вот. И всё-таки будьте стараться со всеми ладить. Иначе, рано или поздно, когда у вас сильно рано появятся болезни, вы не будете знать их природу. А природа пробитая, биополе ваше, потому что у нормальных людей оно ещё и маленькое. К вечеру оно вообще почти исчезает. С утра, набравшись силы, оно может быть, допустим, метр, уже более-менее. К вечеру полметра, ноль метра. Вот это такое дело. Сейчас я что-то ещё могу упустить. Вот. Могу упустить. Ну, опять же, возвращаясь в наши сады. Это моя любимая тема. То, что я уже сказал, это общее понятие. В садах я гораздо конкретнее. В садах я гораздо конкретнее выгляжу. Выгляжу, выгляжу. Вот оно такое. Почва, здесь всё кажется одинаково. Вот. А на самом деле, излучение каждого квадратного сантиметра разное. Вот. И мы об этом ничего не знаем. Мы слепые котята. И спасает нас пока только, только рамки. Вот. Мой совет. Научитесь владеть этими рамками. Вот. Переставьте мебель. Любое подозрительное место убрать. Убрать кровать. Убрать письменный стол. Убрать кухонный стол. Ради Бога, умоляю. Если бы знали... Ой, а кто мне запрещает сейчас взять... Я нагитаю страсти. У-у-у-у. Момент. Фотор. Так. Как-как-как. Так. Фото. Деревья. Сейчас вы увидите, друзья. Уге. У-па. Т. Хватит этого. Фото. Деревья. Геопатрогенные зоны. Вот. Ну, давайте. Давайте, давайте. Вот теперь представьте, что в этом месте... Давайте все подряд. Ой, бля. Хо-хо-хо-хо. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Это фотография не висела. Ай-ай-ай-ай-ай. Ой, ё-моё. Хе-хе-хе-хе-хе. Может, я не буду ее комментировать. Но я идем дальше. Вот. Ну. Здесь много интересного. Я мог только предпределяясь, могу полца говорить. Но мы чем конкретно. Боженьки мои. Неужели это настоящая деревня? Неужели это не искусственная какая-то хижина? Боже мой. Вот. Вот такие гиганты когда-то земли населили. Вот. Да. Жутко, да? Жутко, жутко. Жутко. У-ю-ю. Вот. Как мне нравится рассматривать. Любой ученый теперь может перевернуть все. Всю науку можно перевернуть. Особенно садовую науку. Ведь не было же у нас возможности вот так. Ведь придешь в лес, развиваешь рот. Вот сейчас покажу. Сейчас увидите. Это я пока без ковы. Вот. Вот это вот я же видел лесу. Вы думаете, это нормально? Вы думаете, габетогена зона ни при чем. Вот захотелось им и вот так вот расти. А я представлю себе, что вот здесь вот на этих 10-20 квадратных метрах стоит дом и ваша кровать. Представили? Ой-ой-ой. Вот что нам дает возможность современная. Все надо перекраивать. Все надо передумывать. Передумывать. Ведь сколько можно так питаться этими? А! Сейчас еще парочку жутких найду. Жутких. Вот жутко. Вот жутко. Еще, еще, еще. Все Дальше боюсь смотреть Давление поднимается Вот он тихий ужас Еще можно было бы назвать Эту передачу Которую сейчас я сочиню Назвать можно было бы тихий ужас Что я могу еще добрать Понятие Понятие Би О Поле Но все На этом закончил Знаете почему Ведь вот этот идиотизм Вот этот идиотизм Он-то и превалирует Потому что дальше ниже Вот эти картинки Их много-много Их огромное количество Смотрите Это то, чего фактически 90% придумано людьми Вот рисуют, что в голову взбредет Я тоже утверждаю Я же утверждаю Что вот оно такое есть Биополе Оно будет искривленное Какое угодно Я же говорю, что Один из направлений А я еще не сказал Про последнее и главное направление Это исследование человеческого организма С помощью рамок И с помощью маятников Ну опять мы это проходили Но это важнейшее направление Вот оно действительно такое есть И самое главное Почему Ладно, уже скажу Тут еще Надо было нарисовать Искать не буду Стрелки Идут Нет, не стрелки А кружками Короче Вот это вот Расстояние между этими Самыми Видите Это Волна излучения Они, конечно, микронные Может быть, даже наномикронные Но оно существует И люди У которых Они совпадают Это люди Близкие Родственники Или случайно Люди Которые друг к другу Подходят По здоровью По интересам По поведению По настроению По любовь Это когда схожие Вот Они проникают друг в друга У них нет защиты Друг от друга Но не дай вам Бог Встретить злого человека Которого Такой же Излучение Такой же размер Волн Излучение Как у вас А он злой Вот тут вы попали Ну а дальше Если вы знаете Эту тему Про доноров Про этих самых Которые высасывают В данном случае Не кровь Пусть Это про Тех кто кровь Вы много знаете А про тех кто Вы высасывает энергию Вы про них Почти не знаете Видите Насколько Тема Это обширно Почему я это говорю Внимание Внимание Опять возвращаюсь сюда Вот Вот сюда Внимание Понятие биополе Куда ты делаешь Ё-моё Вот оно Итак Современная наука Биополе Псевдонаучная концепция Всё Приговор Нету этого направления Нету И никогда Мы не вылечим Это Миллионы людей Никогда Мы не спасём На дорогах Миллионы людей Псевдонаучная Вы понимаете Как докричаться До них Комиссия По борьбе С же наукой Застрелиться Пока Все Они не выберут Я уже Я уже Применяю термин Уже Уже дичей Этого термина Не придумаешь Суровее Как сказать Даже цинище Пока Все эти учёные Которые Называются Комиссия По борьбе С же наукой Не выберут Кстати Рано Выберутся Они же Такие же люди Они так же Подвергаются Воздействию Биополей Таких Страшных Геопатогенных Псевдонаучных Вот На этом я Заканчиваю Вот А надо бы Сказать Я же имел Ввиду Конкретную Человеку Который Берёт Взял 5 гектар И который В биополе Может оказаться Таким Что часть Денег Будет потрачена Зря Часть Сил Зря Короче Владеете Рамками Ещё раз Советую И причём Эти рамки Должны быть Должны быть Дело не в стороне Рамок Но они должны быть В руках у человека У которого У которого Хотя бы Один Метр Радиус Биополе Вот Ну плюс Вращательное движение Которое повышает Но дальше Наша песня Хороша Сколько раз Об одном и том же Но Я обращался К конкретному Человеку Который сказал Что я не знаю Что такое Биополе Прекрасное владение Рамками Нахождение Близких Вот Вот К поверхности Вот Невероятная Невероятнейшая Значит Энергетика Вот И тут же Те же самые рамки Те же самое Биополе Те Тот же самый Талант И осталось Только лишь Находить Геопатогенные зоны Повторяю Когда рамки Расходятся И вращаются Все Благодарю за внимание Как говорил Тот Старый Индеец Я все сказал Хоу Титрый Титрый Титрый